В России готовится очередная реформа правил дорожного движения. Поправки подготовил Минтранс, а их адекватность сейчас оценивает аналитический центр при правительстве. Правда, до утверждения и вступления пройдет еще около года. Первый блок касается правил хранения транспорта. Так Минтранс хочет запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Сейчас такое разрешено. Вдобавок, зона действия знака 327, остановка запрещена, будет прекращаться после знака парковка. Следующая часть изменений проговаривает перевозку пассажиров. Разгоняться до 90 км в час разрешат только автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности и сидячими местами. Всем остальным установят лимит 70 км в час. Интересно, что автобусы планируют оснастить светящимися табличками «Внимание! Пассажир!». Если водитель включит такое табло, остальным автомобилистам придется остановиться, дожидаясь, пока не пройдут все пассажиры. Отдельно описаны правила для средств индивидуальной мобильности, к которым, согласно будущей редакции ПДД, отнесены электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды и роликовые коньки. Ездить на таком транспорте по правому краю проезжей части или обочине разрешат только лицам старше 14 лет, но при одном условии – самокат или моноколесо должны иметь тормоза, фонарь и катафоты. Интересно, что при движении по тротуарам ценителям индивидуальной мобильности запретят разгоняться быстрее 20 км в час. Кроме того, кататься на сегвеях и скейтбордах запретят людям в состоянии опьянения. Еще одно новшество – велосипедистов и самокатчиков, демонстрирующих опасную езду, предлагают штрафовать. Новость из разряда свершившихся Российский союз автостраховщиков переписал каталоги, по которым рассчитывается стоимость запчастей для ремонта по ОСАГО. В среднем цена деталей поднялась сразу на 23%, хотя для разных марок компоненты подорожали, разумеется, не одинаково. Если запчасти для Тойот прибавили 40%, то для Рено всего 9%. Как уверяет ИРСА, при нынешнем росте прайс-листов на запчасти, средняя выплата по ОСАГО увеличится примерно на 14%. В свою очередь, полисы станут дороже на 5-6%. Правда, покупатели этого могут не заметить, ведь недавно была запущена новая схема формирования тарифов. Напомним, что теперь тарифы рассчитываются индивидуально, исходя из множества факторов, включая нарушения ПДД водителям. Продолжение следует...